Историческим и беспрецедентным решением западных лидеров стало то, что впервые после распада СССР одну страну, Россию, признали главной угрозой коллективной безопасности членов НАТО. И Путин, который утверждал, что не хочет ухудшения отношений с Альянсом, из-за своего нападения на Украину получил совершенно противоположный эффект. Соглашение о дальнейшем присоединении Финляндии и Швеции значительно усилило способность военно-политического блока защищать Эстонию, Латвию и Литву от возможной российской агрессии. Вступление этих стран дает как очевидные плюсы самому Альянсу. То есть, оно превращает фактически Балтийское море в озеро НАТО, где военно-стратегические возможности России будут существенно сокращаться. Оно и налагает определенную ответственность, поскольку тысячекилометровая граница между Финляндией и Россией тоже становится границей между НАТО и Россией. Россия вынуждена будет начать переброску части своих сил к новой границе с новыми членами Альянса. И все ресурсы, которые они будут перебрасывать туда, так или иначе, рано или поздно, тут вопрос единственный, рано или поздно, они вынуждены будут забирать с Украины, поскольку сил на все у них не хватит. По словам международников страны НАТО, ЕС и не только они, за последние пять месяцев прошли сложный трансформационный период и осознали, что с Россией нельзя вести стандартный диалог. Поэтому нужно выстраивать новые типы взаимоотношений. Пытались, прежде всего, дипломатическим путем, международно-правовым сдерживать Россию. Теперь нужно переходить к новому пониманию сдерживания российской угрозы. Это конкретно размещение на восточном фланге сил и средств обороны. 300 тысяч сил быстрого реагирования – это очень и очень много. Если мы посмотрим на состав стран, которые приезжают на встречи в Рамштайн, 50 государств. Там есть и Африка, там есть и Азия. Если мы посмотрим на G7, там Япония, которая очень четко заявила свою позицию. Ну и третье, что очень важное, что наконец-то нейтральные государства вышли из своих этих рамок и тоже заняли очень четкую позицию. Это и Австрия, это и Швейцария, ну это, конечно же, и Финляндия со Швецией. Для противодействия российской агрессии значительно усиливают помощь Украине. И очень важно то, что лидеры стран G7 пообещали ей оказывать поддержку в войне бессрочно, акцентируют эксперты. Это означает о том, что будет и финансовая помощь, в разных форматах и грантовая помощь, и какие-то кредитные тоже средства. Плюс это фактически тоже безлимитная помощь и в военном плане. То есть предоставление необходимого вооружения, расширение перечня номенклатуры военного вооружения, которое поставляется в Украину. И, безусловно, это вопрос тоже санкционного давления. Частично мы увидели последствия, это те ограничения, те санкции, которые наложены на покупку российского золота. И это достаточно серьезный шаг вперед, о котором до этого мало кто задумывался. У России, во-первых, очень много золотых запасов находится в заграничных банках, они уже заморожены частично. А второе, это то, что Россия все-таки один из главных продавцов золота. Позитивным сигналом стало и решение ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление. Оно подтверждает желание Европы сотрудничать только со странами, поддерживающими демократию, свободу и борьбу с коррупцией, отмечают международники. Украина уходит из орбиты российского влияния раз и навсегда. Вступление Украины в ЕС является как раз тем направлением, которое указывает однозначно, что Украина больше не является серой зоной. Сильная и независимая Украина необходима для стабильности евроатлантического пространства. Об этом указано и в новой стратегической концепции НАТО. В ней подтвердили политику открытых дверей и возможность вступления в Альянс в будущем. Эксперты считают, что Украина сможет повторить путь Швеции и Финляндии и присоединиться к военно-политическому блоку без плана действий по поводу членства. И хотя на саммитах НАТО, G7 и ЕС не объявили о том объеме тяжелого вооружения, который просил Киев, тем не менее был сделан четкий посыл о том, что западные лидеры осознают опасность, которую Россия несет в долгосрочной перспективе и будут защищаться от нее совместными усилиями, а также продолжать поддерживать Украину. Наталья Волошина специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.